Эта медная пластина была обработана на токарном станке со всех шести сторон. В этом видеоролике будет показано, как это все было сделано. Из литого кронштейна был выпилен вот этот брусок. И теперь на токарном станке из него будет сделана пластина. Пластина закрепляется таким способом в токарном патроне. После обработки одной стороны одного торца пластина переворачивается. Сейчас будет обрабатываться вторая сторона. Вторая сторона обработана, две стороны обработаны, теперь надо обрабатывать оставшиеся две стороны. Все, сторона обработана, теперь остается обработать последнюю четвертую сторону. Обработка последней четвертой стороны. Все, все четыре стороны обработаны. Остается теперь обработать основные две стороны, но это уже будем делать на планшайбе. Теперь эту пластину закрепили на планшайбе с помощью зажимов четырех. Будем обрабатывать центральную часть этой пластины. Центральная часть пластины обработана. Теперь надо перехватиться и обработать периферийные части, хвостики, уголочки. Без съема старых зажимов была установлена новая пластина, чтобы не нарушить настройку установку пластины. Теперь можно снимать основные старые зажимы по периферии. Сняты старые зажимы, остался только новый центральный зажим. Теперь можно продолжать обработку по периферии. И вот была завершена обработка по периферии, то есть вся сторона в итоге была обработана. Теперь мы его снимем и точно также с обратной стороны будет обработана пластина. Обратную сторону пластины начали наоборот. Сперва с центральной, поскольку уже резец установлен, а потом перенесем зажимы на периферию и обработаем центральную часть. А пока начинаем с периферии обработку. После того как перезакрепили пластину, можно обрабатывать периферию, уголки. периферию обработали. Теперь перезакрепим пластину, уберем зажимы, а эти зажимы поставим. Сперва зажимы, потом пластину уберем. Были установлены зажимные пластины по уголкам. Теперь можно центральную пластину снимать. Центральная пластина снята. Теперь можно начинать обрабатывать центральную часть пластины. Все готово. Вот таким способом была обработана пластина на токарном станке за неимением фрезерного станка. На токарном станке обработали все шесть сторон пластины.